В Алданском районе Якутии полным ходом идет строительство газопровода Сила Сибири. В день специалисты прокладывают до 400 метров трубы. Общая протяженность всего газопровода составит 2158 километров. Большая его часть пройдет на территории Якутии. По графику первые кубометры голубого топлива потребители получат в 2019 году. Газ Чайнинского месторождения пойдет не только на экспорт в Китай, но и обеспечит теплом села республики. Айна Винокурова продолжит. Таежные просторы юго-западной Якутии, в тысячах километрах от центра республики. Чайнингинское месторождение. Подземная кладовая отличается необычным геологическим строением. Газ здесь имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия. Чтобы подготовить запасы к промышленной разработке, на месторождении сначала уточнили геометрию залежей голубого топлива. Вибрация, создаваемая специальными машинами, намадами, проходит сквозь земную толщу. Волны улавливаются сейсмоприемниками, которые за оранжевый цвет рабочие называют морковками. Морковки, это как при отстреле, они передают вот это вот, им вот сюда, как бы через землю импульс дают, и морковки передают отсюда уже, по косе идет к Лауксу, оттуда на станцию и записывается информация. Глубина залегания газа на Чайнинге достигает двух тысяч метров. На бурение одной скважины здесь в среднем тратят 86 дней. Работу затрудняет вечная мерзлота. Процесс бурения ведется в кругосуточном режиме. Специалисты работают в две смены. Скважина здесь, как по технологии, тоже будет сложной. Горизонтальное бурение, отклонение на 800 метрах, другой ствол от пилотного. Ну, в принципе, это практиковалось. Здесь мы уже не первую скважину такую здесь бурим. Ну, все это в наших руках. Голубое топливо с Чайнинге первым наполнит газопровод силы Сибири. В течение нескольких лет месторождение выйдет на проектную мощность 25 миллиардов кубометров газа в год. Это большее годовое употребление газа любым из регионов России. Алданский район. На этом участке полным ходом идет строительство газопровода. В день удается проложить от 50 до 400 метров трубы. Такой разброс объясняется сложной технологией. Ее необходимо соблюдать при любой погоде и самом сложном рельефе. Сначала отрезки трубы сваривают в одну длинную трехкилометровую плеть. Затем ее с помощью специальных кранов укладывают в траншею. Работа ювелирная. Главное – не спешить. Эта работа идет, командная работа идет. Мы все идем командой. Уже знаем, кто какой подъехал. Кто подъезжает, третий. Этот отъезжает. Уже знаем. Процесс работы мы знаем. И следим. На территории Якутии приходится самый протяженный участок строящегося газопровода. Это больше половины всей магистрали длиной 2158 километров. Помимо конечного потребителя соседнего Китая, окончание стройки ждут жители четырех муниципальных районов республики. Сразу 29 населенных пунктов получат газ, оставив в прошлом дрова и уголь. Это газопроводы. Отводы будут построены от силы Сибири и поставлены АГРС для снижения давления. В дальнейшем распределительные сети по муниципальным образованиям, я имею в виду внутрепоселковые сети, будут строиться за счет либо бюджетных средств, либо за счет привлеченных средств инвесторам. Строительство силы Сибири идет по графику. Первые кубометры голубого топлива потребители получат в 2019 году согласно экспортному контракту.